Музыка Самой массовой молодежной организацией в мире, одномоментно насчитывающей 36 миллионов человек, на этой неделе исполнилось 105 лет. Называется она «Комсомол» или сокращенно «ВЛКСМ». Если бы он сохранился до сих пор, мне бы уже влепили выговор. С юбилеем, комсомольцы! Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы рассказываем только о том, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Стихийная послевкусия. Как город справился с последствиями первого мощного снегопада? И сколько деревьев повалено? Наши корреспонденты побывали в самых горячих точках охлажденного города. Совесть? Нет, не слышали. В сквере имени Лермонтова с завидной регулярностью исчезают детали кованых ограждений. Очередной инцидент произошел на этой неделе. Кто виноват и что делать? Победить в самой страшной войне и дожить до ста лет. Наша землячка Полина Григорьевна Кузичкина, участница Курской битвы, отметила юбилей. На сегодняшний момент в Магнитогорске остался в живых 21 ветеран войны. Жизнь как по нотам. Детская школа искусств Камертон отметила 15-летний юбилей. За это время педагоги школы вырастили огромное количество юных талантов и продолжают благое дело до сих пор. Будет что сказать. Руководитель компании Евросервис Евгений Могулевцев получил приглашение выступить с докладом на пленарном заседании международной выставки «Некрополь-2023». И сейчас об этих и других событиях более подробно. На этой неделе Магнитогорск засыпало первым снегом. Обрушившийся снегопад повалил деревья и повредил линии электропередач. Последствия стихии устраняли в течение нескольких дней. Наша съемочная группа прогулялась по улицам города и оценила обстановку. Хлопья снега белым покрывалом покрыли территорию Челябинской области. Одни любовались зимними пейзажами и лепили снеговиков. Другие освобождали автомобили из подрухнувших на них веток деревьев. Ветка упала прямо на машины. Я стала, посмотрела, я удивилась. Первый снегопад доставил хлопот жильцам в районе Нелесопарковой. Раскидистые ветви деревьев не выдержали тяжести снега и рухнули прямо на припаркованные автомобили. Заехать не мог, потому что здесь было перегорожено деревом. Машина пострадала соседской сильно. Все. На следующий день не до управления, никто ничего не это. С соседями собрались, сами убрали все. Минувшие выходные произошел большой вал деревьев. Сломанными ветками оказались завалены дворы и улицы города. Только на пульт единой дежурно-диспетчерской службы в эти дни поступило более 50 обращений. Убирали ветки с проезжих частей, чтобы освободить проезды. С пешеходных переходов еще раз и с линии электропередач. Порядка 70 деревьев была произведена санитарная обрезка и порядка 10 деревьев было свалено. Значит, на сегодняшний день эта работа продолжается. На дороге города вышла и специализированная техника. Ее к зимнему сезону готовили заранее. Будем поддерживать не менее 90-11 техники в круглосуточном решении, сутки пополам, по уборке города. С учетом дневных положительных температур у нас во многих местах асфальт сухой. Есть небольшие снежные массы, которые мы сейчас продолжаем убирать. Это те места, где есть тень, где нет доступа дневному солнцу. Эти места мы прометаем, обрабатываем, посыпаем. То есть полноценная работа в зимнего периода, считаем, что уже началась. На груды снега жалуются жители частного сектора на левом берегу. Говорят, дорожная техника сюда заходит редко. Постоянно сами чистим. У нас даже зимой проходит трактор, они нам наставляют вот такие барханы по пояс. А остальное потом мы сами. Или внуки приходят, или я вот прихожу, пистанерка чищу. Вот сидела-сидела, говорю, ну надо же и чистить, потому что на сегодня обещают снег с дождем какой-то страшный. Это потом зальет, вообще потом не прочистишь. Да, хлопотно. Ну а куда деваться? В ближайшие дни синоптики прогнозируют снег с дождем. В отдельных районах метель и гололед. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВН». Тем временем аграрии Челябинской области несут громадные убытки. Несмотря на то, что в этом году им удалось вырастить отличный урожай, собрать его фермеры не успели. Череда дождей привела к тому, что пшеница начала прорастать, и элеваторы ее не принимают. Твердые и мягкие сорта пшеницы стали пригодны только на корм животным. Из фермерского хозяйства Агаповского района репортаж нашего корреспондента. Фермерское хозяйство Александра Бородулина работает с 2016 года. Сегодня у него около 3000 гектаров площадей. В этом сезоне, рассказывает фермер, рассчитывали на рекордные сборы урожая. На этом поле 200 гектаров пшеницы. В среднем могли бы собрать 25 центнеров с гектара. Около 500 тонн – более 5 миллионов рублей прибыли. Но в разгар уборочные все планы рухнули. Полили дожди, и пшеница пришла в негодность. Мы загнали комбайн, намолотили один бункер, свозили на анализ. Анализ нам показал, что у нас около 60% проросших семян. То есть элеваторы у нас это пшеницу не берут. И у нас было принято решение тоже оставить это на корне. Ну потому что экономически невыгодно его убирать на сегодняшний момент. Оно никому не нужно. Даже на фураж, на фураж, все элеваторы переполнены. Сегодня солярка стоит более 60 рублей, а еще необходимо оплачивать труд работников. Так что в целом неубранными останутся около 800 гектаров полей, говорит фермер. В огромных ангарах Александра Бородулина около 1200 тонн твердой пшеницы и 1000 мягкой. Элеваторы отказываются принимать ее даже за 3-4 тысячи за тонну, хотя твердое, хорошего качества, стоит около 28 тысяч. В этом году у нас, да, планы были, как у Наполеона, потому что погода нам радовала, все дожди были вовремя, все операции были вовремя сделаны, пока не дошло дело до уборки. Как время подкралось до уборки, начались проливные дожди. Около трех недель без перебоя они лили, 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 лили. В итоге благоприятная среда создалась, и у нас самое страшное, это пшеница проросла на корню. В такой ситуации, как Александр, оказались почти все фермеры Челябинской области. Сегодня в Агаповском районе уборка произведена на 90%, заготовлено 140 тысяч тонн зерна. По словам Владимира Долгушина, в этом году выпало около 450% от нормы осадков. Многие поля оказались повреждены, и большую часть урожая убрали как фуражное зерно. Прорастание зерна происходит в результате намокания самой зерновки, то есть идет напитывание зерновки, происходят процессы уже прорастания самого зародыша и образования корней, образования ростка. Вот здесь прям четко видны корешки, то есть зерновка уже в колосе прорастает. Все, она уже непригодна на продовольственные цели. В связи с сильным переувлажнением почвы и большой влажностью воздуха в районе был введен режим ЧАЭС. Часть зерна у фермеров лежит на элеваторах, часть лежит у себя в хранилищах. Конечно, они будут ждать и цены, будут ждать и способов реализации зерна. Но пока ждем, так скажем, зерновой интервенции. То есть, если государство будет закупать, ну, так скажем, собственность государству, ждем, может быть, возможно и это. Сегодня аграрии очень рассчитывают на поддержку государства и считают недопустимым со стороны властей бросить их в беде. Ведь подобная ситуация сложилась не только в нашем регионе, но и во многих фермерских хозяйствах Урала. Зерно не принимают, прибыли нет, одни убытки. К примеру, фермерское хозяйство Александра Бородулина за сезон заработало не 35 миллионов, как планировалось, а только 11. И сейчас вместо того, чтобы подсчитывать прибыль, аграриям приходится ломать голову, где взять деньги, чтобы рассчитаться с кредитами и заплатить работникам. Как считают сами селяне, в этой ситуации дожить до следующей посевной смогут далеко не все фермерские хозяйства. И еще о приближении зимы, но уже со знаком плюс. Любители зимних увлечений могут смело доставать коньки. Притяжение первыми в городе заливают каток. Когда ледовая площадка примет первых посетителей, узнавала наша съемочная группа. Заливка катка идет полным ходом. К работе приступили неделю назад. Наращивать лед при плюсовых температурах позволяет уникальная технология. В основание бетонного поля уложены гибкие трубки, так называемые айсматы. Их заливают водой, которая при взаимодействии превращается в ледовую поверхность. Воду замораживают специальные холодильные машины. Их на катке три. Все на самом деле очень просто. В айсматах протекает хладагент. Охлаждается на подаче до минус 12 градусов. На поверхности, соответственно, при контакте с водой образуется лед. Ну и где-то до плюс пяти. Если солнца нет, то лед в нормальном состоянии. Если солнце, то где-то плюс один, плюс два. Как и в прошлом году, каток располагается на месте роллер-дрома. Площадь ледяной поверхности составит 5400 квадратных метров. Для любителей погонять шайбу возведут хоккейную коробку. Также здесь появятся пункты обогрева и теплые раздевалки. Все для того, чтобы катание под открытым небом было комфортным и безопасным для посетителей, говорят в администрации притяжения. С учетом пожеланий прошлого сезона мы добавляем на катке зону отдыха, где можно выйти, переобуться, именно прям, точнее не переобуться, а выйти прям в коньках, отдохнуть, выпить чашу кофе и добавляем пункт обогрева. Каток намерены сделать настоящим местом притяжения любителей зимних развлечений. В течение всего сезона посетители ждут мастер-классы по фигурному катанию, турниры по хоккею и насыщенная детская программа. Открытие катка запланировано на 4 ноября. Ольга Аникина, Алексей Абашин, телекомпания «ТВИН». Еще не застывший Магнитогорский водоем встречает новоселов. В четверг вечером в реку Урал было выпущено 140 тысяч мальков толстолобика, 40 тысяч белого амура и 8,5 тысяч сазана. Водохранилище пополняется рыбой благодаря экологической программе ММК. Подробнее о темпах зарыбления и необходимых для этого условиях расскажем далее. Фура, груженная маленькими водными обитателями, пришла, когда уже опустилось солнце и стало заметно холодать. Но это не помеха для зарыбления. Скорее наоборот, прохладная погода идеально подходит и для путешествия, и для новоселья. Рыбы холоднокровные животные. Чем ниже температура, тем ниже активность. Тем меньше она потребляет кострового рода, тем меньше у нее обмен. Соответственно, при более низкой температуре, скажем, при 5 градусах, плюс 5 градусов, это самая оптимальная температура для перевозки и зарыбления рыбы. У нее уже замедлились процессы, она уже подготовилась к зиме, и она легче переносит эту транспортировку. При зарыблении важно учесть еще ряд факторов. Температура воды, в которой везли майков, и место нового обитания должна отличаться не более чем на 2 градуса. Аналогичным должен быть и химический состав. Чтобы выровнять показатели, сначала делается так называемая проливка. Проливается уральской нашей водой, значит, баланс температур должен быть определенный. Ну а потом, значит, выпускается эта молоть в среду обитания, то есть Магнитогорское водохранилище, река Урал. Зарыбление – это часть большой экологической программы ММК. Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. Это значит, что река может быть использована для добычи ценных и особо ценных видов рыб. Соответственно, и требования законодательства к качеству воды в Магнитогорском пруду значительно возросли. Так, изначально, чтобы исключить промышленные стоки в Урал, в 2018 году была построена разделительная дамба. Тогда же началось заселение водоема рыбой. С целью воспроизводства биологических ресурсов в качестве компенсационных мероприятий мы с 2018 по 2021 год выпустили 800 тысяч мальков сазана. Почему сазана? Сазан является аборигенной рыбой здесь и, значит, хорошо приживается. В 2020 году был проведен эксперимент по зарыблению оборотной системы водоснабжения ММК 6 тысячами мальков толстолобика и 6 тысячами мальков белого амура. Они показали хорошую приживаемость. В прошлом году Магнитогорскую прописку получили уже 30 тысяч мальков белого амура и 50 тысяч мальков толстолобика. Зарыбление этими породами носит мелиоративный характер. Такие рыбы отлично чистят водоем. Белый амур, например, на 1 килограмм живого веса съедает в сутки ровно такой же вес. То есть, представьте себе, вырастают они, бывает, до 50 килограмм. Белый амур может в сутки съедать до 50 килограмм зелени. Поэтому у них даже есть такое в простонародье название, как речные поросята. И толстолобик – это тоже популяция рыб семейства карповых, которые больше потребляют зоопланктон. Нынешнее зарыбление – самое массовое для этих двух пород. Магнитогорский водоем пополнили 140 тысяч мальков толстолобика, 40 тысяч белого амура и 8,5 тысяч мальков сазана в качестве компенсации за реконструкцию набережной реки Урал. Чистота наших водоемов – это благоприятная городская среда. А благоприятная городская среда – это комфортная городская среда. А комфортная городская среда – это качество жизни наших горожан. А я считаю, это основной и главный показатель жизни любого города, любого муниципального образования, с чем нас всех и поздравляют. Павел Берсенев, Денис Иванов, телекомпания «ЭТВИН». Осенний период. Время завершающей стадии озеленения города. В Магнитогорске продолжается высадка деревьев и кустарников на улично-дорожной сети, на территориях муниципальных учреждений, а также в парках и скверах. Так, на этой неделе на улице Советской появились кустарники вдоль трамвайной линии на участке между Грязного и Советской армией. Покрытые первым снегом, эти малыши выстоят в любой мороз и вынесут любые капризы уральской погоды. Кустарники барбариса и кизильника – идеальные растения для магнитогорских условий, уверены специалисты. Кизильник и барбарис, они морозоустойчивые, они дают хорошую прону, неприхотливые достаточно и к лазному режиму. И если обратить внимание, то вот на ту сторону посмотреть, там вот раз-таки кизильник был высажен, а дальше у нас барбарис. То есть мы, можно сказать, завершаем в Мике некую задумку, которая была ранее реализована на этом участке по посадке курина. Всего на участке от Грязного до Советской армии, а также по Галиулина до Завинягина, появится 6 тысяч кустарников, а также высадят здесь крупномерные деревья ясеня. К слову, высадка ведется теперь с особым подходом к делу. Так траншеи для растений делают особенно глубокими. Это делается в том, чтобы заменить грунт на плодородный. То есть вот этот грунт, который сейчас изъяли, он будет вывезен и будет заменен на плодородный грунт, для того, чтобы приживаемость была максимальная, чтобы кустарник себя хорошо чувствовал. Сегодня администрация города изменила качественный подход к выбору подрядных организаций, ведущих озеленение города, а также к выбору посадочного материала и его качественным характеристикам. Продолжается в городе и совместная реализация программы с ПАО ММК. Это будет осенняя посадка. Благодаря поддержке градообразующего предприятия в этом году на территории 15 социальных учреждений, это преимущественно школы и садики, будут высажены деревья. Кроме этого, на территории пяти парков. Всего будет высажено по этой программе 1600 деревьев. В целом же в городе по итогам 2023 года появится 6000 кустарников и 100 деревьев. Елена Старостина, Олег Карпенко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Озеленение города продолжается на всей территории муниципалитета. Деревьями и кустарниками украшают улицы, скверы, территории муниципальных учреждений. Только весной было высажено более 500 деревьев и 4000 кустарников. Накануне 40 кленов появились в парке Южный. Парк Южный появился не так давно. Его построили в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» в 2021 году. Территорию благоустроили и озеленили. Здесь высажен достаточно разнообразный породный состав зеленых насаждений, но основная масса составляют клены астролистные. Также здесь есть калина, ивы, здесь есть пирамидальные тополя. Если говорить про кустарник, то это пузыреплодник из пюре. Накануне здесь высадили еще 40 деревьев. На территории парка появилась аллея из астролистных кленов. Это очень красивые деревья с раскидистыми кронами, которые могут достигать высоты пятиэтажного дома, говорят специалисты. Прирост после трехгодичного содержания, а это обязательный полив, внесение удобрений. И за последние годы мы начали вносить очень много в престоловые круги опилки. Или щепа у нас идет для сохранения влажности. То есть три года идет полноценное развитие саженца, проживание, а затем он дает, ну смотря в каких условиях, если ему все комфортно и хорошо, ну 30-50 сантиметров в год. Впрочем, деревья высаживают не только в парках. По озеленению в городе проводятся масштабные работы. Только в весенний период на городских территориях было высажено более 500 деревьев и 4000 кустарников. В мероприятиях по озеленению активно участвуют организации и предприятия. Так в городе реализуется масштабная программа по УММК, в рамках которой запланировано высадить 10 тысяч деревьев. Этот год, этой программы финальный. Мы надеемся, что программа будет продолжена. Но тем не менее, благодаря данной программе в этом году конкретно будет высвано 1650 саженцев. Это 15 территорий социальных объектов, это школы, детские сады и территории пяти парков. В настоящее время в городе осуществляют осеннюю посадку. До 1 ноября планируют высадить 100 ясеней и более 6 тысяч кустарников. Ольга Аникина, Владимировинский, телекомпания ТВИН. Вот в сквере имени Михаила Лермонтова на этой неделе произошла скверная история. Детали кованого ограждения здесь исчезают бесследно на протяжении длительного времени. А некоторые секции забора разрушаются прямо на глазах. Кто несет ответственность за красоту в одном из красивых парков Ленинского района, узнавала наша съемочная группа. Сквер имени Лермонтова – излюбленное место отдыха жителей Ленинского района. Однако не все горожане ценят уют и красоту. Так, буквально с самого момента реконструкции парка здесь и началась эта скверная история. Детали кованого ограждения вдруг стали бесследно исчезать. Кованая с изящными деталями ограды здесь появилась в 2016 году, когда сквер мира претерпел обновление и стал сквером имени Лермонтова. Но за семь лет ограждению пришлось пережить не одну нападку вандалов, которые нещадно снимали пролеты. Где-то восстановить утерянное удалось, но не столь изящными деталями. А вот в последнее время части ограждения стали пропадать не только бесследно, но и без восстановления. Сквер Лермонтова у нас находится в обслуживании подрядной организации, которая круглогодично в плановые периоды обслуживает его. В обслуживание входит обрезка деревьев, уборка дорожек. В летний период это покос травы, в зимний период уборка дорожек от снега. Также обслуживание это уборка урн, мусор, вывоз. Сохранность парка у нас. Также они несут ответственность. Вот только в неприглядном виде ограждение сквера находится уже не один месяц. Ремонтировать его никто не спешит. Да и не все горожане заметили пропажу. Если бы вы мне не показали, я даже не увидела, что это несколько месяцев отсутствует. Я ежедневно гуляю здесь. Вот не обратила внимания. Может быть, так же и администрация. Сейчас покажете сюжет, они, наверное, обратят внимание. Каждый должен отвечать за свою сферу деятельности, а не так, что сделали и бросили. Мира ответственности должна быть. Тот, кто это делал, тот за этим и должен следить. Жители тоже должны, должны свое мнение какое-то высказывать. А как? Ну, я думаю, что все равно такие находятся. Более продвинутую молодежь могут где-то записать. Пожилые люди так вот между собой. Потом я однажды здесь с бабушкой разговаривала. Она говорит, мы в Ленинскую администрацию постоянно обращаемся, к ним очень хорошо прислушиваются. Потому горожане, ставшие свидетелями хищения, ограждения или других его декоративных составляющих, могут смело обращаться в полицию или администрации, районную или городскую. Потому как с виновников обещают взыскать все убытки по полной программе, в судебном или добровольном порядке. А суммы на восстановление литья немаленькие. В настоящее время администрация прорабатывает вопрос по восстановлению ограждения. Мы ищем подрядчиков, прорабатываем с ними этот вопрос, чтобы они нам смогли восстановить. Это не так просто, это архитектурные решения, это чугун, литье. Поэтому быстро это решить пока не получается. Но мы добьем этот вопрос, мы решим это. Великой Отечественной войны Алексея Качемова, Полина Григорьевна осталась одна. Тем ценнее внимание и теплые слова поздравлений. Сухонькая старушка в кресле под цифрами 100 выглядит взволнованной. Шутка ли? Столетний юбилей. Бывшей сельской учительнице русского языка и литературы приковано внимание всех собравшихся. Не привыкла к такому за век жизни. Среди собравшихся поздравят победительницу представители ветеранских и молодежных организаций, исполнительная городская власть, депутатский корпус. Нашел теплые слова поздравления в адрес юбилярши и депутат округа Алексей Качемов. Она осталась в округе сейчас единственным ветераном Великой Отечественной войны. У нас есть еще несколько тружеников тыла, несколько человек. А как ветеран Великой Отечественной войны она осталась одна. Мы стараемся как-то все вместе ее всегда на 9 мая поздравлять. В этом году она 9 мая, к сожалению, встречала в больнице. Поэтому мы в больницу приехали, организовались. 18-летней девочкой ее призвали на фронт санинструктором. Юная Полина прошагала с боями от Северного Кавказа до Праги. Боевое вращение санинструктор получала во время ключевого сражения Великой Отечественной на Курской дуге. В ноябре 1943 года ее наградили медалью за боевые заслуги. После войны Полина Григорьевна окончила учительские курсы и всю последующую жизнь посвятила самой мирной профессии – учителя русского языка и литературы в сельской школе. Говорят, ее ученики всегда с уважением относились к своему педагогу, зная, что перед ними ветеран Великой Отечественной войны. Стараемся поддерживать, потому что я уже сказал, что она сейчас такой символ города, символ победы. Таких людей осталось очень мало. И очень здорово, что они у нас есть, и к ним можно всегда обратиться. Юно-армейцы порадовали Полину Григорьевну песнями военных лет и соблюдения по-настоящему солдатской дисциплины. А в перерывах между концертными номерами среди участников торжества то и дело звучала фраза о том, что такие мероприятия как нельзя лучше обеспечивают ту самую преемственность поколений, без которого, как известно, невозможно движение вперед. На этой неделе в Магнитогорске продолжился набор на военную службу по контракту. Какие требования предъявляют кандидатам, какое денежное удовольствие и социальные льготы им положены, об этом журналистам рассказали в военном комиссариате города. Здравствуйте. Хотелось подписать контракт на ИСВО. Максиму 21 год. В свое время он служил в мотострелковых войсках. Потом заключил контракт. Попал в зону проведения ИСВО. Спустя несколько месяцев вернулся домой и вот теперь снова пошел на фронт. Настрой, говорит, боевой. Сугубо лично мое решение ехать, потому что мужское не позволяет здесь сидеть, пока там пацаны. Алексею 39. Он тоже отправился в зону проведения ИСВО во второй раз. Около года назад во время выполнения поставленных задач он получил осколочное ранение. Восстановился и теперь снова готов идти в бой. Дома Алексея ждут трое детей и супруга. Теперь официальное. Накануне оформления контракта пара расписалась. Решение давно назревало. Хотелось помочь ребятам. В военном комиссариате продолжают принимать кандидатов на военную службу. Однако не все из них подлежат призыву. Кандидатам предъявляют ряд требований. Он должен быть не младше 18 лет и иметь хорошее здоровье. Контракт мы сейчас заключаем на один год. При заключении контракта выплачиваются подъемные от президента 198 тысяч, от губернатора 75 тысяч. Губернатор выплачивает также единовременное пособие на детей до 18 лет, по 20 тысяч на каждого ребенка. Зарплата контрактника на территории Украины от 204 тысяч. Также для тех, кто заключил контракт, предусмотрены социальные льготы и гарантии, а также региональные меры социальной поддержки. Опять же, это гарантированное получение ветерана боевых действий со всеми льготами, которые им причитаются. Это бесплатное питание в садике, в школе. Это бесплатное обучение в образовательных учреждениях. Это ежемесячная стипендия для студентов колледжа, вузов. Желающие заключить контракт на военную службу могут обратиться в военный комиссариат по адресу улица Дружба, 24. При себе необходимо иметь паспорт и военный билет. Ольга Аникина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Был отмечен за высокие профессиональные качества. Командир отделения пожарной части номер 27 договорного отряда федеральной противопожарной службы ГПС Олег Иваницкий стал победителем смотра конкурса лучший работник договорных подразделений, который состоялся в рамках 15-го Всероссийского фестиваля созвездия мужества. О составляющих успеха, мужестве и чести расскажем в нашем следующем сюжете. Командир отделения пожарной части номер 27 Олег Иваницкий выбор в пользу одной из самых сложных и благородных профессий сделал 11 лет назад. Дипломированный инженер-строитель он в одночасье решил поменять свою жизнь. И не пожалел. В 2013 году устроился по совету друзей. У меня много друзей в системе МЧС. То есть меня это вдохновило, их рассказы о работе пожарных. Рассказы друзей вдохновили и, что самое главное, не напугали. Правда, как признается и сам Олег Борисович, и все его коллеги, страх – это нормальная реакция. Как можно оставаться спокойным, когда входишь в задымленное помещение, прорываешься сквозь огонь, слышишь крики о помощи? Страх должен быть, без страха тоже никуда нельзя. Можно наделать глупости без страха, если ничего не бояться. Но умеем контролировать страх. При выезде всегда какой-то мандраж, потому что не знаешь, что тебя там ждет. На выезде, получается, уже голова, можно сказать, отключается. Делаешь все на автомате. Некогда там сильно что-то раздумывать, надо тушить, спасать. Восемь лет Олег Иваницкий проработал в пожарной части номер 15. В 2020 году его пригласили в 27-ю, которую ввели в строй одновременно с запуском одного из самых амбициозных инвестиционных проектов ПАО ММК – оглофабрики номер 5. Депо, кстати, обслуживает не только территорию фабрики, но и несколько близлежащих цехов. А также при необходимости бригады принимают участие в тушении пожаров в левобережной части города. Через год работы на новом месте за высокие профессиональные качества Олега Иваницкого назначили командиром отделения. Сегодня он в том числе и отвечает за профессиональную подготовку бойцов. Теоретическая подготовка – это одна из составляющих успешной и результативной работы, уверен Олег Борисович. С помощью лекций пожарные готовятся к решению боевых задач. «Просчитываем, получается, запас воздуха в баллонах, то есть сколько звену ГДЗС можно находиться непосредственно в НДС и сколько воздуха потребуется, чтобы выйти на свежий воздух». Большое внимание уделяется в пожарном депо физической подготовке. Олег Иваницкий несколько раз в неделю занимается в зале, ежедневно совершает утренние пробежки. Возможно, именно такой системный подход к подготовке и позволил добиться больших успехов. Командир отделения стал абсолютным победителем смотра конкурса лучший работник договорных подразделений Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы, который состоялся в рамках 15-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Участие было заочным. На суд членов жюри сначала областного, а затем всероссийского этапов он представил видеоролик с отчётом о сдаче нормативов и демонстрацией боевого развертывания. Равных ему не нашлось. Для Олега Борисовича новость о победе стала неожиданностью. А вот коллеги и руководители восприняли её как должное. Командир отделения такой оценки достоин. Командир как командир. Он должен быть первым во всём. Своим личным примером показывает подчинённым всё то, что наработано с годами, что приобретено опытом. С Олегом Борисовичем мы работаем два с половиной года вместе. За это время Олег Борисович, конечно, сильно удивил, как человек, как специалист. Очень спортивный. Для Олега Иваницкого победа – это большая ответственность, а также повод стремиться к новым высотам. На этой неделе в Магнитогорске стартовала эстафета «Знамени Победы». Это историко-патриотическая акция, которую проводит Совет ветеранов Правобережного района с 2014 года во всех образовательных учреждениях района. В этом году почётное право открыть эстафету предоставили школе номер 28. На торжественном мероприятии побывала наша съёмочная группа. Гимн России открывает праздничное мероприятие. На сцену торжественно выносят копию «Знамени Победы», которое бойцы 150-й стрелковой дивизии в 1945 году подрузили на купол Рейстага в Берлине. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб, сражаясь за Родину. Мы открываем очередной этап Совета «Знамени Победы» под девизом «Поклонимся Великим всем годам». Почётное право Правобережный Совет ветеранов предоставляет вашей школе. Мы уверены, что в дни награждения у вас копии «Знамени Победы» будут наполнены содержательными и интересными. Копию «Знамени Победы» нам вручил областной совет ветеранов за такие патриотические мероприятия, которые у нас прошли по всем учебным заведениям. Это школы, лицеи, школы, интернаты. Он высоко оценил эту работу и вручили на вечное хранение копии «Знамени Победы». В числе участников акции «Школьники» и «Почётные гости» в первых рядах представители Правобережного и Городского Советов ветеранов, первичных ветеранских организаций образовательных учреждений. Они рассказали школьникам о тяжёлых годах войны, как ковалась Великая Победа. На встречу пришла ветеран труда Надежда Михайловна Шмидт. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет. Вместе с односиличанами она вязала носки и варежки солдатам. В посевную работала в садике воспитателем, поваром, нянечкой, награждена медалями за трудовой вклад в победу. Когда встречается поколение, это очень важно, потому что возраст, возрастные пенсионеры наши, ветераны, они могут передать ту информацию непосредственно, как живые участники событий. Это всегда воспринимается лучше, чем просто посмотреть презентацию. Патриотическая акция проводится с 2014 года. За это время в ней приняли участие более 20 тысяч школьников, студентов, педагогов. Каждый этап передачи знамени – особенное событие. В торжественной обстановке проводят встречи поколений и праздничные концерты. Выступления подготовили и ученики 28-й школы. И в каждом звучала тема о любви к своей родине. Россия! Россия! В этом слове оборудить силу! Ольга Аникина, Алексей Абашин, телекомпания «ТВИН». Промплощадка в событиях. Человек-дело сменный мастер цеха водоснабжения Андрей Вавилов был признан лучшим в своей профессии по итогам традиционных профсоревнований. 23 года он отдал производству, прошел путь от электромонтера до руководителя. Коллеги ценят его за профессионализм и готовность, и способность нести ответственность за свои действия и решения. Среди основных обязанностей сменного мастера цеха водоснабжения Андрея Вавилова участие во всех технологических переключениях на сетях, на насосных станциях, контроль за режимами работы оборудования. Ответственная должность требует полного погружения в процесс. Когда приходим на смену, выполняем задания оперативные, которые остаются. Также устраняем аварийные ситуации, оперативные переключения, отключение-включение водоводов. На порожнение насосных агрегатов. Бесперебойная подача воды во все цеха комбината является нашей задачей основной. В качестве сменного мастера Андрей Александрович трудится на участке с 2016 года. На комбинат же пришел 23 года назад, в 2000-м. Прошел все ступени карьерной лестницы. Сначала работал электромонтером, потом диспетчером, монтажником, электриком. И на данный момент сменным мастером. Оперативно-производственный участок, на котором трудится Андрей Вавилов, является одним из основных в цехе водоснабжения. Участок, который занимается как контролем за режимами работы оборудования на сопутствующих участках, на участках, связанных с насосными станциями, с водоочистными сооружениями. Также этот участок контролирует работу по техническим трубопроводам, трубопроводам пожарно-питьевой воды, занимается переключениями на данных сетях, очисткой воды, водоотведением. На участке трудятся профессионалы, немало приходит молодых специалистов. Для многих Андрей Александрович является наставником. Отвечает он за безопасность своих подчиненных и за то, чтобы на участке все процессы шли бесперебойно. Цена ошибки высока. Остановка цеха любого, который перестает подачу воды. Естественно, отсутствие выпуска готовой продукции. Андрей Вавилов был признан лучшим по профессии по итогам месяца. Кстати, такое признание он получает уже в третий раз и героем сюжета в телекомпании ТВН он уже тоже становился. Руководители и коллеги ценят сменного мастера за его порядочность, трудолюбие, умение находить правильные решения в любой ситуации. Андрей Александрович Вавилов уже на протяжении 23 лет работает в цехе водоснабжения. Много лет работает сменным мастером. Это, безусловно, один из наиболее опытных сотрудников цеха водоснабжения. Может работать как на оперативно-производственном участке, так и подменяет специалистов и руководителей на других участках. Находится в резерве на должность начальника оперативно-производственного участка. Хороший профессионал своего дела, грамотно подходит к работе. Коллектив благодаря ему в том числе сполоченный. И любая работа не так кажется сложна. Как человек добродушный, отзывчивый. Коллеги добавляют, уверенный лучшим Андрей Александрович станет еще не раз. Он всегда выполняет работу с полной отдачей, а это не остается без внимания. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, Телекомпания. ТВИН. Победителем трудовых соревнований по итогам месяца на ММК был признан мастер по ремонту оборудования шламового хозяйства, рудообогатительной фабрики горнообогатительного производства Сергей Семенок. Он всегда стремится вникнуть в суть проблемы, знает работу своего участка досконально. Познакомилась с героем производства и наша съемочная группа. Шламовое хозяйство – одно из самых больших и хлопотных на всем комбинате. Значение участка сложно переоценить не только в промышленном плане, но и для экологической обстановки. Ведь здесь утилизируют отходы, так называемые хвосты, которые остаются в процессе обогащения руды. Если кратко, процесс выстроен так. Изначально воду для горнообогатительного производства берут в водохранилище. Там техническая вода проходит свой рабочий цикл. С помощью нее мы забираем также шламы, получившиеся в результате обогащения руды. И вот эти шламы перекачиваем в шламохранилище номер два. Там вода отстаивается, осветляется и опять попадает к нам в водохранилище. И цикл замкнутый, так мы и работаем. Протяженность самого участка 14 километров, а ниток около 50 километров. Оборудование не счесть. Каждый насос, каждый агрегат – зона ответственности Сергея Семенога. Он окончил МГТУ по специальности горный электромеханик. Пришел на участок в 2012 году с лесарем. Инициативный работник, который досконально изучает каждый производственный процесс, два года назад стал мастером. С детства нравилось крутить всякие гайки, чтобы видно было работу механизма. А сейчас еще добавилась логистика. Нужно прогнозировать наперед, где что сломается, где что подзаказать. Что-то новое сделать своими руками. То есть чертим чертежи, заказываем в специальных службах. Интерес к механизмам появился у Сергея Семенога неспроста. Его отец работал также на РОФе и также зарекомендовал себя как отличный специалист. Например, у него учился нынешний начальник шламового хозяйства Алексей Лихачев. Достойный сын своего отца. Очень глубоко вникает в проблему, если такие проблемы создаются. Решаем вместе, советуемся, советом прислушивается. Сам выдает какие-то хорошие, интересные идеи. Ну и совместно мы все это дело реализуем у себя на участке. Поддерживаем оборудование работоспособным. Сергей Семеног уже неоднократно становился героем наших сюжетов и программ. Он принимает активное участие в научно-технических конференциях. Стремится сделать работу своего участка эффективнее. Статус лучшего тому доказательства. Мы делаем так, чтобы все это оборудование функционировало. Работы очень много. Она интересная. Чувствуешь свою нужность, важность, потому что работу видно, в отличие от многих офисных работ. Эту видно конкретно. Павел Брюсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Спортсмен, активный участник городских и цеховых мероприятий, отличный специалист. Слесарь-ремонтник газового цеха ПАО ММК Кирилл Медведев стал лучшим в своей профессии по итогам месяца. Руководители отмечают, такое признание он получил не случайно. Кирилл Валерьевич трудится добросовестно, эффективно и не боится трудностей. О профессионале в своем деле расскажет наш корреспондент. Его рабочее место без преувеличения весь Магнитогорский металлургический комбинат. Слесарь-ремонтник ремонтно-механического участка газового цеха Кирилл Медведев трудится на самых разных объектах в различных подразделениях ММК. Сегодня, к примеру, вместе с напарником они выполняют плановые работы на 9-й и 10-й доменных печах. Мы обтягивали фланцевые соединения на дроссельной группе, чтобы вода, которая через эти трубопроводы идет, не капала, не брызгала, а чтобы все было безопасно. В месяц по газовым сетям ММК переправляется около 150 тысяч кубов коксового газа и почти полтора миллиона кубов доменного газа. Эти отходы производства являются энергетическим ресурсом, который в дальнейшем активно используют в различных цехах. Обеспечение бесперебойной подачи газа в производственные переделы является основной обязанностью слесарей-ремотников. Работа и ответственная, и опасная. У нас мы работаем на высоте и также работаем в газовой среде. В принципе, если соблюдать все меры предосторожности, а также соблюдать средства индивидуальной защиты, также газоанализаторы мы используем всегда, которые сигнализируют о газе. Также мы выполняем работы газовые обязательно в газоизолирующем оборудовании, в газоизолирующих аппаратах. И тогда можно выполнить работу максимально безопасно и аккуратно. Кирилл Медведев начал трудовую карьеру на металлургическом производстве сразу после окончания политехнического колледжа и службы в армии. В 2010 году устроился в цех покрытий, где трудился оператором поста управления. Но через 4 года решил сменить сферу деятельности. В газовом цехе работает уже 9 лет. Говорит, не пожалел ни разу, работа интересная и разнообразная. За добросовестное отношение к своему делу молодой специалист был признан лучшим в своей профессии по итогам месяца. Специалист он высококвалифицированный. Замещает периодически мастеров в техотделе. Работу свою знает на отлично, как его выполняет. Хороший специалист. Как человек отзывчивый, занимает Союз молодых металлургов. Душа цеха. В Союзе молодых металлургов Кирилл Медведев состоит уже более 10 лет. Он принимает активное участие в общественной жизни города и комбината. Я, например, последний раз участвовал в погрузке гуманитарной помощи на СВО. То есть мы как волонтеры, как организаторы какие-то социальные мероприятия проводим. Также Кирилл Медведев успевает завоевывать медали, выступая за цех в различных спортивных соревнованиях. У нас ежегодно проводятся две спартакиады по комбинату. Это зимняя и летняя спартакиада. Я стараюсь, как представитель молодежи газового цеха, стараюсь привлечь молодых металлургов по участию в различных турнирах, соревнованиях. В принципе, у нас успешно получается. Где-то мы занимаем первые, вторые, третьи места. Именно неравнодушие, сила духа, профессионализм помогают Кириллу Медведеву добиваться успеха в любом деле. Евгения Солхудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культура в событиях. Жизнь как по нотам. Детская школа искусств Камертон отметила 15-летний юбилей. За это время педагоги школы вырастили огромное количество. Победители конкурсов самых различных уровней. Воспитали и развели сотни талантов. Сегодня многие выпускники Камертона успешно продолжают дело своих учителей. Со знаковой датой школу искусств поздравили первые лица города и Магнитогорского металлургического комбината. В стенах школы искусств Камертон музыка звучит всегда, но сегодня она по-особенному мелодична и празднична. Учреждение принимает гостей по случаю 15-летнего юбилея. Для нас ничего не может стать, чем наш дом музыкальная страна. Совместное выступление Камерного детского хора, ансамбля преподавателей и соло в исполнении выпускницы учреждения Натальи Архиповой открыли праздничный концерт. Далее гостям напомнили об истории создания школы искусств. Камертон открыл свои двери для юных талантов 17 октября 2008 года по инициативе председателя Совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова при поддержке губернатора Челябинской области Петра Сумина. Сегодня это самое молодое учреждение дополнительного образования детей среди музыкальных школ и школ искусств города. И одновременно одно из самых успешных. В 2018 году Камертон вошел в топ-50 лучших детских школ искусств России. В 2022 году стал победителем Всероссийской национальной премии «Лучшее образовательное учреждение России». Нашему учреждению 15 лет. Да, возраст небольшой, мы еще молоды, мы в расцвете сил, но за плечами у нас очень-очень много побед. Мы действительно одно из лучших учреждений в области. Передовое учреждение, учреждение, которое работает на благо нашего города. Мы сотрудничаем с предприятиями металлургического комбината, мы сотрудничаем с учреждениями города, с образованием, со спортом, с культурой, со всеми учреждениями. Сегодня в стенах учреждения постигают азы нотной грамоты и сольфеджио и осваивают виртуозную игру на музыкальных инструментах более 600 детей. Отдельный повод для гордости – педагоги. Талантливые, чуткие, они всегда открыты новым знанием и щедро делятся опытом с учениками. Стаж работы в учреждении многих из них равен возрасту самой школы искусств. Заведующая фортепианным отделением Елена Федюкова трудится здесь со дня открытия. Для меня это не работа, для меня это вся моя жизнь. Ребята замечательные, все хотят быть знаменитыми, все хотят быть узнаваемыми, все хотят научиться. Самый главный принцип – это любовь к детям. Они все для меня дети мои, родные, любимые. У нас индивидуальное занятие, поэтому у нас очень тёплое, тесное общение. И не только музыки, но и по жизни тоже. Со сцены учреждения поздравили первые лица города и Магнитогорского металлургического комбината. Пожелали счастья, развития, процветания. Коллективу, работающему здесь, хочется, конечно, пожелать, наверное, поддерживать то, что было начато тогда, 15 лет назад. Наверное, нужно работать для того, чтобы это всё здесь стало ещё лучше. Мне хочется, чтобы вы помогали талантливым нашим людям. А у нас их, к счастью, в России очень много. Мы гордимся нашими детьми. За 15 лет сотни мальчишек и девчонок приобщились к высокому искусству. Это и десятки выигранных конкурсов, международных, российских. И многие из ваших студентов или учеников теперь являются студентами и выпускниками ведущих вузов культуры Российской Федерации. Гости пришли не без подарков. По ОММК совместно с благотворительным фондом «Металлург» и депутатом городского собрания Павлом Бовшиком преподнесли учреждению видеокамеру, чтобы каждый из ярких моментов жизни школы искусств был запечатлён. Подарена техника была ещё накануне и уже находится в работе. От предприятия «Огнеупор» своих давних друзей школа получила мультимедийный музыкальный центр. А глава города Сергей Бердников принял решение в этом году оборудовать сцену учреждения новым звуковым и световым оборудованием. А это значит, что все мероприятия в стенах школы искусств «Камертон», в том числе совместные с городом и комбинатом, совсем скоро обретут новое звучание и качество. В нашей школе много лет, но её прекрасней нет. Музыка бед, музыка и душа красавицы. Пусть букет из наших слов, станет векрет голосов. Мы не хотим пожелать, молодой мы всегда и не старимся. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Вы смотрите «Время местное. События недели» и мы продолжаем. В детской школе искусств «Камертон» стартовал городской хоровой фестиваль дошкольных учреждений. В течение двух дней детские коллективы демонстрировали свои вокальные способности. Организаторами конкурса по традиции стали управление образования городской администрации и Центр повышения квалификации и информационно-методической работы. Подробности у нашего корреспондента. Этот детский хоровой фестиваль проводится с 2016 года. С каждым разом заявляется все больше участников. В этом году на суд жюри конкурсанты должны были представить две песни. Одна на выбор, другая посвященная году наставничества. Коллективы проявляли свои творческие способности в двух номинациях. Детский хор, где задействовано от 12 человек и больше, а также вокальный ансамбль от 3 до 12 ребят. Пение играет очень большую роль в жизни человека. И чем раньше дети у нас начнут петь, тем лучше. Это и укрепляет их дыхание, это здоровьезберегающая технология. Но и потом приобщение к культуре российского народа. Это тоже очень важно. И мы развиваем певческие навыки детей, выявляем одаренных детей в области пения. Звонкие, порой еще не окрепшие детские голоса, не всегда выверенные движения. Но вот в чем маленьким артистам не откажешь, так это в искренности исполнения. Каким-то учреждением не впервой выступать на этом фестивале. А вот детский сад номер 12 в этом году стал дебютантом. Они готовились, шили костюмы и наконец решились выйти на большую сцену. Они спели две совершенно разные по настроению песни. Одна задорная про бегемота. Бегемот, бегемот, собаки наградую. Другая про добрую фею, которая на самом деле является любимой воспитательницей. Не грубить и твой уютно, Легко, интересно, нетрудно. В группе «Радуга» замечательный воспитатель, который мы посвятили эту песню. Поэтому выбор именно пал на эту песню, еще потому, что она немножечко разнохарактерная. То есть сначала мы опивали, все плавненько делали. На второй куплет мы, естественно, уже там тоже добавили движения с хлопками. Ритм немножечко у нас даже поменялся в песне, на что дети очень хорошо среагировали. А в песне «Бегемот» это у нас шутливая, веселая песня. Но мы хотели всех порадовать, зажечь свои энергии, чтобы у всех было хорошее настроение. Чтобы оценить все детские коллективы, организаторам понадобится два дня. Фестиваль продолжится в четверг, 26 октября, после чего в каждой из двух номинаций будут выявлены победители. Павел Берсенев, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». Руководитель компании «Евросервис» Евгений Могулевцев получил приглашение выступить на пленарном заседании международной выставки «Некрополь-2023». Это ежегодное мероприятие, которое проводится на ВДНХ и собирает специалистов со всей страны, чтобы те поделились инновациями, обсудили новости законодательства, пообщались на актуальные для отрасли темы. Приглашение выступить на «Некрополе-2023» для Евгения Могулевцева не было неожиданностью. Руководитель «Евросервиса» уже давно снискал себе славу одного из самых опытных руководителей первичного звена в ритуальной отрасли. В свое время большой резонанс у профессионалов получила его инициатива по проведению в Магнитогорске первыми в стране инвентаризации городских погостов. Ее итоги были темой доклада на выставке и вызвали буквально шквал откликов и обсуждений. Опыт проведения громадной учетной работы уже применяется в целом ряде городов Урала. Планируется, что он будет с учетом реалий современности распространен на кладбище всей страны. Как говорится, в полном соответствии с пожеланиями президента. Будет ли о чем поговорить с коллегами на этот раз? Какой бы вопрос вы подняли со всей остротой, которая проблематична для всей отрасли? Это был бы вопрос, когда начнет наше правительство работать над коррупцией в похоронном бизнесе. Потому что сейчас доходит до того, что уже не стесняясь продаются эти заявки, приехала полиция, тут же приехал, еще приезжает раньше ритуальный агент, как только сделан был звонок. Что касается больниц, в больницах тоже идет продажа этих заявок. То есть сейчас данная торговля смертью поставлена на очень большой поток. Проблема действительно есть, она большая и сложная. Кто виноват, вопрос вторичный. Что делать? Выходит на первый план. Можно ждать изменений в законе, сетовать на несовершенство этого мира. Или работать. В Евросервисе уже давно выбран второй путь. Работать прежде всего над повышением погребальной культуры. Повышая качество не только услуги, но и взаимоотношений с людьми, постигшими утрату, с конкурентами в честной борьбе, адресатами социальных проектов при заказе благоустройства или организации похорон. В этой сфере сделано много. Предстоит еще больше. Пока же внимание у горожан предлагается очередной социальный проект под рабочим названием «Ликвидация летней коллекции памятников». Объявляем о ликвидации старой коллекции памятников. При этом на все такие памятники объявляется максимальная скидка. Например, сейчас памятник из гранита размером 1200 на 600. Полный комплект стелла, тумба и цветник можно приобрести всего за 10 тысяч рублей. При этом мы предоставляем скидку, индивидуально обговариваем условия этой скидки, то есть чтобы ежемесячные взносы были максимально комфортны для семейного бюджета. Храниться на складах компании уже готовое изделие также будет бесплатно. Более подробную информацию по этому проекту можно получить по телефону помощи, который сопровождал наше повествование. Игорь Гурьянов, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. И на этом наш выпуск завершен. На ухудшение погоды мы можем реагировать единственным способом – улучшением настроения. Повод для радости есть всегда. В ноябре тоже. Увидимся там же. Время местное. Субтитры создавал DimaTorzok